День примирения День примирения Я воспринимаю этот день как день памяти. Памяти погибших людей, которые воевали в войну. Что это за примирение праздник? Я знаю победу. Я сама довоенная, сама участник. И поэтому я примирения не понимаю. Западные, восточные украинцы, у них разные диалоги. Хотя любят Украину и те, и другие. Вот примирить их, вот это задача. День примирения и памяти жертв войны был утвержден в апреле. Что знают о нем жители украинской столицы? Что это за день? Не знаю. 8 мая – это официальный день победы. День, когда гитлерская Германия подписала свою капитуляцию. 8 мая – как день памяти всех погибших. И не только во Второй мировой войне, но и вооруженных комплектов, которые сейчас проходят, в том числе и на территории нашей страны. Война в Донбассе и новые жертвы Украины. Об этом говорят на каждом мероприятии, посвященном 70-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне. Два поколения – две войны. Подобные уроки исторической памяти накануне 8 мая прошли во многих городах Украины. В Киеве, в Главном музее истории Великой Отечественной войны, ветераны рассказывают правнукам о своей военной молодости. Звучат песни той войны и новые о войне в Донбассе. «Я не хочу играть в войну, и вас, взрослые, прошу, не играйте», – поет этот юный кадет. Его слова сопровождают детские рисунки донецких, киевских, львовских детей. А вокруг – более 5000 фотографий и писем времен Второй мировой. 8 мая на Украине закончится первой минутой мира, здесь, на территории Национального музея. Киев синхронно со странами Европы в 23 часа 1 минуту будет чтить то мгновение, когда в 1945 году был подписан пакт о капитуляции нацистской Германии.